Девушки отдыхают... Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Субтитры создавал DimaTorzok Но это уже по-португальски Девушки отдыхают... Ну это понятно, вот второй финалист... Девушки отдыхают... Стивен Магуайр... Шотландия... АПЛОДИСМЕНТЫ Начинается финальный матч пятого этапа Евротура... Португалия, Лиссабон... Вот Мэтью Сэлт... На ваших экранах... Он... Будет играть со Стивеном Магуайром... Рефери матча из Польши... Милош Олборский... АПЛОДИСМЕНТЫ Ян Верхас принимает кубок из рук Милоша... Ну что ж... Финал до четырех побед... Ну... Такой формат... Потому что сегодня у этих игроков четвертый матч... Я напомню... Как шел к этому... Финалу тот и другой... Мэтью Сэлт... В первом раунде обыграл... Саусин Луна 4-1... Потом Грэма Дотто... 4-1... Райана Дэя 4-2... Доминика Дэйла 4-1... В четверть финале нанес поражение со счетом 4-1 Джаду Трампу... Сэлт... И в полуфинале обыграл Барри Хоукинса 4-2... Вы посмотрите... Каких сильных игроков на этом турнире обыграл Сэлт... И... Мы видели... Фрагменты только... Мы показывали фрагменты... Из матча Сэлта с Трампом... Я видел весь матч... И уверяю вас... Что это была великолепная игра от начала до конца... Вдохновение было... Кураж, если хотите... Играл Сэлт просто замечательно... Начальный удар Магуайра выполнен не точно... И вот счет открыт... Мэтью Сэлт занимает 42-ю строчку в мировом рейтинге... Но... Благодаря выступлению на этом турнире... Уже гарантировал себе минимум 37-е место в рейтинге... А учитывая, что там высокая плотность результатов... Если выиграет Сэлт... А это вполне можно допустить... Он станет 31-м номером мирового рейтинга... На такой высоте он не был... Хотя... Профессионал он с 2000-го года... Не стал ставить Снукер за зеленый... Чем, признаюсь, меня... Несколько удивил... Ну, зеленый стал так, что надо быть очень внимательным... Вот игрыша Стивену Магуайру... Тонко надо сыграть... Чтобы не попасть битком в зеленый... Ничего сложного в этом нет... Вот... Хороший удар... Так вот, может стать 31-й... Войти в топ-32... Ну, с 2000-го года карьера... Но... Выбывал из тура... Возвращался... С самого начала расскажу, значит... Ну, о достижениях... В больших рейтингах в турнирах... Это тоже рейтинговый... Но меньше тут просто очки... Вот в больших рейтингах в турнирах... Два четверть финала... Два выхода в четверть финала было у Сэлта... И оба раза на Австралия Ноупен... В 2011-м году и в 2012-м... Теперь... О его карьере в целом... Налюбит... Ой, плохой удар... Какой... По-моему, проходит... Второй справа красный... Мимо зеленого в угол... Ну, и пока... Изучает Магуайр позицию... Я... Напомню... Налюбит в карьере... В 2002-м году стал... Чемпионом Англии среди юниоров... Сэлт... Ему 29 лет... Может быть, выглядит он старше... 29... Потом... В 2007-м году финишировал седьмым серией Пайос... Вернулся в тур... Обыграл как-то Стива Дэвиса... Было это в финальном раунде... Квалификации на Шанхай Майстерс 2009-го года... С Джорданом Брауном 0-4 проигрывал... Выигрывал... Это была... Квалификация на Гран-при 2009-го года... Выиграл 5-4... Потом выиграл еще... Три матча и попал в финальную часть... Первый четвертьфинал 2011-й год... Это я говорил... Потом попал... В финальную часть в том же 2011-м году... На чемпионат Британии... Ну и был еще один... Еще один четвертьфинал... Австралии... В 2012-м году... А Магуайр-то не забил... И проходит... Четвертый справа... Красный проходит в правый угол... Но есть и в левую лузу Шарм... Да, ну тут... Понимаете, тут чуть тоньше падал Красный сам по себе... Чуть толще он бы от борта... И от зеленого тоже падал... Точно удар Селта... Розовый... Ну а с розового... Вот может быть... Правый нижний Шар... Он играется... С него на черный можно выйти... Но теперь... Значит... Буквально один штрих насчет... Не снукерных увлечений... Очень неплохой гольфист... Селта... У него гандикап минус 9... Но... Те, кто знаком с гольфом... Понимают это... Я скажу так... Я не очень знаком... Но я выяснял... Вот минус 9... Это означает... Такой гандикап означает то... Что очень прилично в гольф играет Селт... В Евротурах дважды... Были полуфиналы... У Селта... Финал впервые... Между собой не встречались... На турнирах эти игроки... Селта... 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 Напомню я и путь Стивена Магуайра... Мы видели его самый первый матч... С этого открывался... Собственно... Наш показ... Из Лиссабона... Тогда играл он с любителем... С Андерсоном Ламом... Изрядно нервничал... И как-то приходилось даже опасаться за Стивена... Выиграл 4-3... Потом более уверенно обыграл Робина Хала... 4-1... С Барри Пинченсом и вовсе не отдал ни одного фрейма... Видели мы и сегодня уже матч... С Стивена Магуайра с Джоном Хиггинсом... 4-2... Но Хиггинс... Хиггинс... Не очень хорошо играл именно в этом матче... Хотя вчера Хиггинс выиграл... Прилично... Четверть финал... Но Пон Сейнхам... 4-2... И полуфинал... С Марком Дэвисом... Тоже был в нашем показе... Но уверенно... Солидно играл... Магуайр... Но тут что-то совсем провалился... Марк Дэвис... Просто разочаровал своей откровенно... Слабой игрой... Ну... Знаете... Много матчей тут... Ровные выступления... И не могут быть... Наверное... Седьмой матч... Вот... Проводен на этом турнире... И... Конечно... Где-то... Где-то было лучше... Где-то хуже... Но главное... Чтобы... Одержали по 6 побед... Вот подобные удары у Селта... Проходят очень неплохо... Удар вроде со средней дистанции... Но с весьма сложной резкой... И не раз... Вот... Ну... Сегодня... Такие удары демонстрировал... Мэтт... Ну... Выход... Выход... Не очень хороший... И для продолжения... Как я понимаю... Надо играть синий... В зероную лузу... Снова шар... Со средней дистанции... Но с резкой... Даже когда играют такие шары попрямее... Вот синий... Не среднюю... А в угол... И то... Приходится так... Ну... Волноваться... То есть... Полной уверенности... В таких ударах нет... Статная фигура... Милаша Алборски... Перерезал... Мэтью Сэлт... 27... Ой, повезло... Ой, как повезло Сэлту... Промахнулся он на синем... Но этот же самый синий шар... Подкатился... И перекрыл путь... К нижнему правому красному... Который играл со своими годами на черный... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На сложный удар идет Селт. Перелезал, шар не забит, биток остался на столе. Может быть от дальнего красного удастся отыграться. Селт это тот, с кем Ронни сделал 13-й максимум. Да, да, именно так с Селтом и играл тогда Ронни. Но мы смотрели не на Селта, а на Ронни тогда. Слабоват состав финала, считает тот, поигрежуясь. Я назвал вам соперников Селта, которые он обыграл. Неужели вам эти имена не нравятся? Селт сильнее был. Ну, пожалуйста, напомню. Дот, Дейл, Трамп, Хоукинс. Хоукинс пятый. Трамп седьмой в рейтинге. Дот, экс-чемпион мира. Магуайр постоянно относится к топовым игрокам. Такое, я бы сказал, нестандартное. Его, так же, пришлось применить. Вообще сложная, сложная такая позиция. Ну, вот спрашивают, как в целом я оцениваю турнир в Португалии. Публика не подвела. Ну, вы знаете, да, опасения были по поводу публики. И я считаю, что для первого такого вот серьезного турнира, ну, был в Португалии финал мировой серии. Ну, так он скромненько прошел. Смотрите, вот в такой сложной позиции Магуайр какой хороший ход нашел. И аплодисменты, и по делу. Ничего не забито. Но тонкий ход, хорошо задумал, хорошо выполнил. И по достоинству эти действия, оцененные зрителями. Да, я опасался по поводу того, что, ну, снукерная, совершенно не снукерная страна Португалия. Нет, нормально, пришли зрители, зрители неплохие. И тут, конечно, очень большая роль нашего канала, потому что вот все знакомство со снукером в Португалии только через Евроспорт. Ну, были, ну, технические были проблемы, но тоже. Во-первых, страна на самом западе Евразия. Потом, ну, вчера, например, были очень сильные дожди, очень сильный был слышен шум. Ну, мы слышали шум, это ладно. Но ведь такой грозовой фронт сильный, очень сильный дождь. Он создает и технические проблемы. У нас было позавчера такое, что два раза на полчаса у нас пропадала связь. Но технические проблемы. Это уж не к организаторам претензий по поводу погоды. Это точно не они виноваты, да. Так что нормально, нормально. Я считаю, первый опыт проведения такого серьезного турнира в Португалии прошел даже, ну, выше ожиданий. Так, ну вот после этого удара нормализуется игра, потому что, ну, биток вдали, надо искать проводку. Найдет, хорошо, не найдет, Магуайр, будет атака. В общем, это уже такое обычное течение партии. Знаете, ну, не знаю, удастся мне много в Твиттер писать или нет, но так и так в конце репортажа читать, я прочитать говорю, читать Твиттер. В любом случае, в конце репортажа не обойдется без того, чтобы подвести какие-то итоги года. Вот, пожалуйста, я от вас прошу сейчас не вопросы, успеем мы вопросы, ответы, успеем. Новый год, новые репортажи. Вот, напишите коротко, что вам больше всего в этом снукерном году, 2014, запомнилось. Вот самые, на ваш взгляд, яркие какие-то события. Я свое потом скажу. Вот чем этот снукерный именно год вам запомнился. Ну, какие примечательные моменты. Ну, а тем временем Сент повел атаку в открытой позиции. У него был уже перевес. И тут хорошие перспективы, несмотря на то, что... Ну, какие-то тут моменты есть. И нестандартная позиция без синего. Синий часто бывает нужен. Но все-таки, все-таки, я считаю, тут... Ну, очень благоприятная ситуация для победного завершения Фрейма. Пайф. 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 играется черный выход есть тут этот кеннонг пошел на пользу 15 ну спрашивают почему мёрфи в финале нет он был шикарной форме да ну такой турнир да мёрфи действительно два месяца был в отличной форме ну такой вот его обыграл очень хорошо игравшись стендман и стендман потом доказал это держав еще ряд побед и сегодня только в решающем фрейме там в одном из матчей стенд он проиграл марку дэвису 3-4 а так он бинхама 4-0 сегодня выиграл до этого два камбэка с 0 3 из 1 3 сильно играл стендмана мёрфи но мы видели этот матч а мёрфи не лучше свою группу казал так может быть в коротком матче проиграл фрейм другой там и занервничал где-то кто-то связывает вот совершенно напрасно то что ронни сделал максимум против в матче именно против селта поэтому селт сильно заиграл какая вообще логическая связь между этими событиями серти серти но фрейм выигран так что финале повел мэтт селт ну вот те кто смотрел как и я весь матч селта с трампом пишут что невероятные дальние забивал и вот такие удары с нестандартных каких-то позиций но нет нет его нельзя назвать так вот чтобы он был признанный мастер дальних ударов я просто говорю что во первых это был принципиальный матч для серта с с трампом да только вот но и так это утрированно утрированная говорю дабл идёт видите ну поймите правильно я просто не знаю как мягче сказать а скажу так что нет страшнее врага чем бывший друг ну еще раз говорю это преувеличено да такая гипербола но именно с трампом были друзьями потом поссорились и матч конечно носил очень принципиальный характер и вот повел селт занебничал трамп некомфортно ему стало а селт наоборот еще еще больше он действительно игра просто великолепно но я думаю что в этом фрейме селт себя показал тоже самой хорошей стороны и вы видите что это игрок который много умеет в этой игре ну вот вопрос сейчас я я об этом должен обязательно сказать еще раз знаменательное событие чемпионат россии завершился среди взрослых 15-летний иван каковский выиграл его и лучшие серии у него были причем финал 4-0 против другого игрока из санкт-петербурга хорошего опытного кирилла ломакина полуфинал 3-0 иван молодец я я его уже но года три знаю растет на глазах ну что ж вот я уже начинаю жалеть что репортаж нас но довольно короткие так много хочется сказать вот заключительном репортаже года уже есть отклики уже есть отклики и со многими я согласен на подожду пусть накопится база это я обращался к ветерянам с просьбой написать самые памятные моменты уходящего снукерного года ну а про ивана каковского знаете вот более трех лет наблюдаю за ним и причем когда вот первые у него были выступления я был крайне разочарован и даже я уж и должен принести извинения но так вот я в разговоре не в эфире конечно какой он каковский он не каковский вот но серьезно такая такая фраза была мною упущена потом смотрю прошел годик ездил в академию в глостере причем там на пять недель еще ездил смотрю парень то растет растет ну и в прямом смысле и как игрок не вот он уже стал конкуренцию взрослым составлять а теперь посмотрите чемпион россии 15 лет у него все впереди и это уже это обнадеживает это обнадеживает это серьезно но возвращаемся финальный матч все-таки у нас финал первый фрейм выиграл сэрт вот смотрите вот говорит а какие стимулы что как вот сэрт значит за один этот турнир он уже поднялся на несколько мест рейтинге может подняться еще на шесть целых мест если выиграет но но ведь одним этим выступлением сэрт уже себе гарантировал участие в гранд-финале гранд-финал евро тура это уже рейтинговый полноценный турнир с хорошими призовыми магуарта и до этого турнира он он на восьмом месте в рейтинге вот этом евро тура 24 лучших из европы попадают спрашивает если максимум усил то нет его лучшая серия 143 речка и вот атака сэлта он открывает счет биток ушел к борту но синий играть можно биток 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 что это было это был удар магуайра и селт такой ропот зале при но тут на этом турнире были ударчики даже я называл их хулиганскими магуайра нет тут просто промах но на сильном ударе поэтому много шаров пришло в движение так есть выход на коричневый позиция сложная тут одним заходом не решить все спасибо уже очень много уже 80 примерно есть твитов по поводу вот года и знаете я коль что я вот может подзабыл очень хорошо что такой опрос я повел моменты с чем-то я согласен сразу и уже событие номер один я могу назвать смело это победа причем так и пишут заслуженная трудовая победа марка сельмина чемпионате мира это ответ номер один я с этим согласен но другие другие есть интересные моменты но даже такой вот это баталия сражения бой али картера со страшным недугом за этим все следили переживали поддерживали это но не игровое конечно это событие номер один года безусловно очень не попадается от не попадает знаете делаем скидку на то что седьмой матч за эти дни четвертый сегодня ошибки неизбежны давайте будем снисходительны к этому тогда про этот опрос продолжу дальше на втором месте очень важное событие и я тоже ставлю его на второе место это то что впервые профессиональный турнир прошел на постсоветском пространстве в риге те кто были согласятся турнир проведен был на высшем уровне это было действительно событие с ноги с ноги приблизился к нам ну пришел на наше пространство и распорту это действительно событие очень важная ну а сегодня репортаж из полуфинала мы анонсировали с господином мантом вице-президентом московской конфедерации имбериарного спорта о том что в москве в мае пройдет турнир с участием звезд мирового снукера мы начинаем над этим работать 11 числа принято декабря окончательное решение по этому поводу дан зеленый свет начинается работа так забит черный биток уходит влево но есть есть шар четвертый слева который проходит правый угол биток не так близко к борту можно нижний винт придать ошибается и магуар ну вот давайте по ходу еще поговорим о событиях года конечно в центре внимания иронию салливан и запоминается вот часто последняя его победа на турнире чемпион чемпионов его победа на чемпионате британии то что играл с травмой роне то что он сделал два максимума в этом году и вот один из них 13 на чемпионате британии но это все то что связано с роне вот с этими достижениями это я думаю событие номер три этого года и с этим трудно поспорить на четвертом месте но может быть я уже так про места не буду говорить еще большое внимание зрители уделяют события которое в этом году произошло но так может подзабыл это фантастический просто рекорд нила робертсону нила робертсона 103 сэнчери за сезон но до сезон то длился на что и прошлый год и это но итог был подведен в мае в мае этого 2014 года но также многие многие зрители сейчас пауза мне сейчас посмотрим за этим ударом магуайра он что-то выбрал шар но и трудный трудный удар вот идет на такие удары магуайра ведь если не забивает будет расстраиваться но он забил до бизнеса и придется ну от желтого видимо отыгрываться во впрочем я думаю тут хорошего до крыша от синего трудный шар забил вот и заказал синий действительно ну от синего вправо может пойти биток си не может от борта оторваться а нет в лоб попал но почти в лоб но ничего нормально все-таки вправо пошел повторное было столкновение но очень ушел вправо нормально нормально отыгрался ну вот пишет еще один зритель ну главное событие год для меня еще больше нокера на экране спасибо евроспорту знаете просто ну может это не самый популярный ответ но я почему его привел вот есть повод сказать что в 2015 году это совсем свежий вот свежая информация этой неделе буквально было совещание в париже штаб-квартире и совершенно спокойно и мы с вами любитель снукера можем быть снукера в 2015 году меньше не станет его может стать только больше меньше никак ура ура ну конечно в этом году можно отметить и обилие неожиданных результатов ведь вот у нас был целый турнир когда это был шанхай мастерс когда из 31 матча в 15 побеждали игроки с более низким рейтингом со сколько вообще было матчей когда признанные фавориты покидали турнир там в самых ранних стадиях это тенденция тенденция времени выравниваются силы снукере ну знаете вот не принято в снукере подводить так вот это и года там скажем лучший игрок года да тут сезон вот когда сезон будет заканчиваться мы с вами обязательно во время финала чемпионата мира устроим даже я уверен устроим такую ну как голосовал когда голосование откроем в электронном виде откроем но несколько номинаций скажем лучший игрок года лучше открытие года ну какие то такие три-четыре номинации сделаем и тоже я постараюсь эти мнения как-то подытожить финалы хорошие были немало было хороших финалов в этом году наверное думаю пять основных я уже назвал назвал моментов года ну что пора забивать пора вести серию много сумбура в этом фрейме много и продолжаются промахи продолжаются интересный вариант ответа что больше всего запомнилась ну все понравилось там и максимум и чемпионат британии публика германии новые молодые девушки рефери и новые комментаторы ну надо да надо сказать что вот это тоже введен уже в основную работу артем баранов денис григорьев все чаще тоже у нас появляется это это есть это тоже вот этот год ну артем баранов денисов еще прошлом году был артем с августа нет раньше раньше в августе он уже работал сам когда я был в риге раньше значит ну тогда с июня где-то получается так что еще то 9-6 во втором фрейме и как то вот это слишком сложная пока борьба но вот хороший удар магуайра и и и и и Спасибо. Стивен Магуайер 7. 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 не готов я к такому ответу матч года не готов но если так слету ну конечно финал чемпионата мира сюжет такой был но интересно действительно как все менялось если матч года все-таки финал чемпионата мира да и по значению и по сюжету содержанию дин ну дин ведь он выиграл за сезон 5 турниров то же самое про сезон вот то что монетизация рейтинга мы все-таки про сезон не не про год но новая да посмотрите как много нового свадьба верхаса так тоже список на длинный можно составить переход хода да очень сложный фрейм и но прям не знаю не знаю смотреть сложно комментировать сложно но я хоть нашел вот нашел тут способ отвлечься вот Спасибо. 8. 9. Так, 16 очков, выход есть. 16. Вдруг спрашивают, а почему сад без бабочки? Боже мой, так он еще без жилетки. Какой кошмар. 17. Ну, пишут, победа Уильямсона над Салливаном, но для Уильямсона, может быть, это событие, потому что 12 лет он у Салливана не выигрывал. Но, если честно, конечно, событием года, то это назвать трудно. АПЛОДИСМЕНТЫ Трудный шаг забит со Спайдером, Тольборта. Ну, а перед этим там немножко улучшил позицию Сэлт. Вывел на игру что-то. Минус 10 у Сэлта. Ну, после черного, еще одного красного и розового, он должен выйти вперед. А там, а там пойдут вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ 27. 27. До розового не довел немножко биток Сэлт. Все равно надо играть именно этот шар. По поводу выхода, биток идет в левый борт в районе Лузы, потом в короткий. Но, не знаю, подбой, может быть, рассчитывать на подбой от двух бортов. АПЛОДИСМЕНТЫ А, зато так выход, так можно играть. Дальний шар. Подбой-то не получился. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, молодец, молодец, какой удар провел. Перестарался с оттяжкой, правда. Этим сразу Сэлт почувствовал, что биток идет сильного. Так повернул голову. Ну, действительно, сложно резать черный, сложно играть розовый среднюю. Но Мэтт уже впереди на пять очков. Заказан коричневый для отыгрыша, и пойдет сложный эндшпиль. АПЛОДИСМЕНТЫ Мэтт, Сэлт. Сэлт па. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Девушки отдыхают. Вы посмотрите, что он забивает. Но мы видели, что он мажет. Хороший дальний удар. Но из синего на нижний красный. А других-то нет. Есть, есть выход. Все в порядке. Нужный угол. И плавный, спокойный удар дает выход на черный. Точный удар, Селта. А вот черный-то прямой, по-моему, прямой. Но если он прямой, выход какой? Оттяжка. И обязательно с правым винтом. Обязательно. Но так я еще посмотрю, прямой там или не прямой. И тогда от борта биток отражается не под естественным углом, а за счет правого винта он выше идет. Он отражается под другим углом. И выход на желтый. Посмотрим. Удар-то сложный. Сложный. Да, совсем прямой. И вот видно, что в правую часть и отражение неправильное. Но сила удара не та. И это Снукер. 19 очков перевес Селта. Но сам себе поставил Снукер. А оставалось-то немного. Сыграть желтый и зеленый фреймбол. Попасть попал и не отдал. Ну вот начинается сложный Энчпи. Борьба в дебюте в Миттершпиле была, ну, не очень зрелищной. Потом Сирия какая-никакая с Селта. Сирия с неплохими ударами. Магуарет игрался хорошо. Правый край желтого, наверное, виден. Наверное. Но попадания-то мало. Тут есть опасность выдать желтый сопернику. АПЛОДИСМЕНТЫ Но неудачно встал коричневый. Все шары нужны Магуайру. Но шар-то играется в угол. Сложный, сложный удар. И по выходу все непросто. Но Магуайр, судя по всему, именно играет все-таки в левый угол. Не попадает, но и не отдает. С этой позиции синий игрался, да. Теперь разница 14 очков. Для Селта коричневый. Ну, не фрейм был, но такой шар хороший. Плюс 18. 18 в игре. Смокер поставить не удалось. Стивен видит этот шар. И теперь он сделает... Свой. Вот и грыж. Вот и грыж. Субтитры создавал DimaTorzok Кальчевый сыгран Магуайром. Синий есть. Не на ту сторону. Нужен выход на розовый. И еще и черный нужен. Все реально. Все реально. Ну, что. Только то, что с рестом. Вот усложняет удар. Ну, должно бы все пройти нормально. Розовый забит. Но черный, черный решает все. Но выход, выход неплохой. И тут, конечно, я думаю, ну, 90% на то, что шар будет забит. 1-1 после сложного и продолжительного фрейма. КОНЕЦ Спасибо. 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 Был бы неплохо украсить финал с крупной, приличной серией. 16 17 Ну, дело хорошее 24 25 32 33 Нет, я конечно понимаю Как и вы, что Идет по графику максимуму Магуайр Смущает меня Красного левого борта Ну и то, что это Четвертый матч за день У Магуайра есть два максимума в карьере С интервалом 8 лет 2000 год Скотт Шопен И 2008 год Чайна Опен 48 49 56 57 Ну, все идет Пока нормально Восьмой раз играет черный шар Магуайр почему не дает титр Вот интересно Наверное нет В комплекте такой вот Ну, заготовки что ли 64 64 Магуайр 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 65 Ну, все От максимума отошли Но Теперь Надо стремиться А К победе во фрейме А вот После этого удара Это был фреймбол Ну и Если Стивенс может сделать сотню Это тоже будет отлично Магуайр 84 Ай, молодец Ай, молодец Идет на сотню Стивен Магуайр Есть выход на черный Но он не самый простой черный 92 92 93 Вот удар на сотню У Магуайра нет 300 Сенчуи в карьере Одно время Пробед С Мерфи шли Есть сотня В финале Браво, Стивен Вот после невзрачного Второго фрейма Это полноценная Компенсация Но здесь не получилось Ничего 2 1 Ждем фрейм номер 4 Ну вот финал Финал есть финал Напряженный график турнира Но говорят Ну а что уж так Вот начало этой серии Дивный выход Дивный Совершенно на черный Но Как просочился биток Именно таким образом Загадка Повезло А то что после этого Сотню сделал Это не везение Это мастерство Селт Начинает четвертый фрейм Так вот Финал Такой невзрачный Второй фрейм Казалось Все испорчено Напрочь Впечатление На фоне усталости Играют Но Сотня Магуайра Все компенсировала Черный ушел На позицию Не лучшую Но я еще Надеюсь Что он все таки И отсюда играется В правый угол Отыгрался Это хорошо Стивен Вот смотрите От борта Даже намеревается Играть в селт Докатится ли шар? Да Отлично Ну а тут я зачитаю Ну не мнение Такое вот А события года А просто высказываю Очень такое интересное Что-то свеженькое Алексей написал Не знаю Допускаю Что фамилия Конев Потому что Имя Алексея В нике Конев Казалось бы Вот В музыке Семь нот А здесь Шаров Цветных Семь А какие Возникают Комбинации Все Что в музыке Что в смокере Да Интересное Интересное Хорошее сравнение Ну а тем временем Пока я тут лирикой занимаюсь Мэтью Селт Открыл счет В четвертом фрейме Очередным Хорошим Дальним Ударом Вот Общая результативность Составляет Желать Лучшего 80-85 Процентов Ну и Проходит ли В левый угол Там что-то Судя по выражению Вица Селте Он в этом Совсем Не уверен Мэтью Селт 5 Всего 5 очков Набрал В этом подходе Селт И вот Себя Ругает За плохой выход Ну как ни странно Это ошибка Похоже Без последствий Обойдется Магуайру Не вижу Не вижу я тут Атаки Ну что Намек Себя Себя Есть Есть сложности С проводкой У Магуайра Но не на столь Серьезные Что Ничего тут Не сделать Это может быть И накат На черный Борт Нет Это все-таки Проводка Ну Изобретательность Проявил Тот Шотландец Да еще Вильнул В сторону Ударившийся Желтый Шар Биток И получился Чуть ли не Снукер Биток Фолл и мисс, и как-то, ну, в губку попал Сэлт, в общем, неубедительный удар, но Магуайр не стал брать позицию, вроде в правый угол, можно было играть шар над Розовым, но риска непростая, зачем? Так, вторая попытка пройдет. Ну, посторонние шумы раздаются, но и второй удар не точен, опять губка, опять губка, от губки очень сложно рассчитать движение битка. Ну, вот Магуайр обращает внимание на третий слева, красный шар нет, и это его не устраивает. Магуайр обращает внимание на третий слева. Другую схему удара решил попробовать Сэлт. От правого борта под Розовый, но там трудно, там трудно, может быть, вот в ту пару, что пониже. Ну-ка посмотрим. Да, 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 только прозовый не задел. Чисто удар проведем. Поаплодировал. И Магуайр. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 стивен уводит вдаль белый шар нет наоборот наоборот оставляет его около лузы крупным планом был показан ки точнее шахтки у макуар он отличается от ее в большинство игроков тура потому что макуар использует и из клёна другая древесина нет характерных для ясеня стрелок вот как у сэлта забит шар план мимо красных прошел биток ну хороши дальний удар у сэлта может он пойдет на атаку третий слева мне кажется видит тут и проводка есть битка справился с ударом мет так не удачно в одиночный шар попал сэлт никакого подбоя тут по сути не произошло но как ни странно и в этом случае есть все таки возможность продолжения атаки нижний красный там Ну и все же дело-то, спорится. 21 очко. Не быстро набегают очки. Да, ну и тут надо планировать выход на розовый с таким углом, чтобы все-таки подбивать кластер под розовым. Сочная серия Стивена Магуайра стала 48-м в Санчуе на турнире. Ну, это не так мало, но и немного. Я был на турнирах, где больше было сотен. И вот в этом плане уникальный просто был турнир в Глостере в 2012 году, когда... Ну, в 2012-м, когда было 80 сен через турнир и 8 серий 140 и выше. Вот это просто феноменальный какой-то показатель. Вот что скажу я вам еще по этому турниру. Ведь на этом турнире было новшество. Ну, я уже об этом говорил, но, может быть, это было не при такой большой аудитории, а сказать-то надо. Игроки сетовали на то, что вот много киков таких, да, не мискью, а кик, когда подпрыгивать немного. Виток или скиддинг такой эффект еще называют. И на этом турнире впервые применили, ну, такую полировку шаров, чистку их. Хотя я удивляюсь, почему нельзя было это делать раньше. Вот я рассказывал моих приятелей в Германии, просто в частном доме свой стол. И они приобрели себе такую машину для чистки шаров. Вот там после четырех фреймов, может быть, даже слишком часто это. Ну, как тут? Ну, тут тоже есть какое-то продолжение. Но через шар, уж не знаю, пойдет ли на такую атаку сет. Так вот, такая машинка, ну, ящик. Там ячейки для 22 шаров. Ну, вот, кладут туда шары, нажимают кнопочку, и минуты две крутятся шары, чистятся там, вибрирует все, крутятся они. Ну, я думаю, почему я ни в клубах такого не видел, ни на турнирах. Вот в Португале впервые стали такое применять. И Шон Мерфи, например, сказал, первый раз вообще играю, чтобы ни одного кика вот этого не было. О, как, план нашел Сэлт. И прошел удар, и выход на черный есть. Вы посмотрите. Ведь, господин, это что? Ведь многое не получается у Сэлта вот в этом брейке. И ошибки в выходах, подбой там не получается. Но все равно находят продолжение какие-то из черного продолжения есть. И достаточно хорошо сейчас выйти на черный, чтобы там легонько-легонько пошевелить красное. Может, и не легонько. И найдется новое продолжение. Другое дело, что вот удар, ну вот он красный. Как к нему подобраться? Если дотянется вдруг, ну хорошо. Левше было бы тут нормально играть. Но обеими руками очень мало кто играет. А рест некуда ставить. Рест надо на борт ставить, получается. Вот один раз всего, я помню, на одном из чемпионатов мира применялся такой флексибл рест. Гибкий. Вот его можно было ставить как угодно, там вот для таких примерных позиций. Но изловчился. Сэлт сыграл. Красный хорошо вышел на черный. И теперь нужен нижний винт. Нужно тронуть красный. А было ли всего лишь легкое касание? Ну, уж который раз за этот брейк я говорю. Но все-таки и тут можно изыскать атакующий ресурс. Трудный шар. Да, трудный. Ну, вы посмотрите, забитый этот шар и угол хороший. А, кстати, а вот тут-то подбивать не обязательно. Тут, как мне представляется, вот все-таки вот эта позиция. Бывает иногда, что неправильно воспринимается картинка. Похоже, просто легким ударом с верхним винтом перевод на правый и в левый угол два шара. Вот этот ударчик. Простой, но эффективный. А ведь плюс 50. 53. 54. Перевес 58 очков. После этого удара 59. И вот фреймбол. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, пока рано так бурно аплодировать. 59 разницы и 59 в розыгрыше. Но вот этот фреймбол тут уже... Вот сейчас проверим болельщиков. Тут выше должен быть аплодисментов. Нет. Нет. Фреймбол это был. Еще раз вам говорю. До этого было 59 преимуществ и 59 на столе. Были аплодисменты. А фреймбол черный. После него ни одного аплодисмента не было. Любят снукер португальцы. Разбираются в нем. А вот считают не очень хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Магуайр ведет поиск снукеров. Ну, при четырех красный, конечно, тут трудно заснукерить. Два снукера нужно Магуайру. И, значит, его план такой. Получить красный. Но три раза сыграть черный желательно. И потом уж снукерить. Я думаю, он пойдет на такой удар. Ну, весьма отчаянный. Он играет желтую лозу с выходом на черный. Не забил. Ну, и не отдал. Прямо скажем. Сэлт может пробовать играть в зеленую лозу без особого риска. Нет, по-другому сыграл Сэлт. Так, аккуратненько. Все красные на дальней половине стола. Ну, и как их играть с черным? Как? Ну, разок еще может получиться. А чтоб вот три раза красный с дальней половины выход на черный. С черного опять на красный. Это уж, конечно, трудно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну, виден дальний правый шар. А в средний увиден, ну, тогда, наверное, все в этом фрейме. Ну, Сэлт не постарался, такой шар не забил. Продолжение следует. Ну, а как с выходом на черный? Ну, черный трудно. Хочешь, не хочешь, надо играть его. Если будет играть розовый, усугубит свое положение. Так непростое, Стивен, в чем это заключается? Не хватало семи очков. Два снукера. А если сыграть розовый, возьми, не будет хватать. Это два снукера с надеждой только на дополнительный черный. Ну, хуже, естественно, хуже. Сэлт. 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 Поставил снукер Стивен. Ну, еще раз теперь новая ситуация, значит, считаем. 59 отставания, 51 в розыгрыше. Два снукера для того, чтобы надеяться на дополнительный черный. Фола нет. Надо Сэлт тут дотерпеть. Тут в этом фрейме... Фрейм его в этом сомнении-то нет. Но формально Стивен Магуайр имеет право продолжать борьбу. И в случае, в случае, бывали в снукере, из двух снукеров, из трех выигрывали. Бывали, но это эпизоды. И это вот не тот случай. Вот именно сейчас не тот случай. Тут и особенность позиции. То, что красные на дальней половине стола. И то, что отдал красный шар Магуайр. То, что закончено. Один. Два, два, интересные. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Статистика. Результативность неважная. Вот успешность отыгрыша 90%. Это здорово. В дальних ударах одинаково, по 50. Стивен Магуай, это брейк. Продолжается финальный матч турнира в Лиссабоне. 2-2 после 4 фреймов. Интрига. Никто не хотел уступать. И вновь отличный удар Целта открывает счет в этом фрейме. Ну и что с выходом? Но в среднем-то есть шар. Это выручает Целта. Ну вот очень верное наблюдение. Но тут сложный ник не могу я прочитать. Ну вот такое ощущение, что Стивен играет рядовой матч, а Целт очень важный для себя матч. И что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Ну для Магуайра действительно это событие не какое-то исключительно. Он выигрывал подобные турниры. Дважды выигрывал турниры посерьезнее. Пять раз. Даже чемпионат Британии. Да, для Целта это матч, но самый ответственный в карьере вот сейчас. Выиграть такой титул тоже очень престижно. Первый финал это профессиональный турнир. Турнир... Ведь за первое место 25 тысяч евро. И эти, ну евро конвертируются в фунты что ли, да? И вот эта сумма эквивалентная призовым фунтам будет начислена в рейтинг. Это порядка 20 тысяч фунтов стерлингов. Сейчас стараюсь уточнить. Перемещение в рейтинге существенное. Ну и деньги для Целта это немалые, прямо скажем. Ну вот, за евротур. Значит, в фунтах 20 тысяч 883. За второе место ровно 10 тысяч. Ну 10 тысяч уже оба так и так гарантировали себе. А вот кто выиграет, получит на 10 тысяч с лишним. На 10 тысяч 883 очка больше. Ну призовые в фунтах, а эквивалент в очках в рейтинг идет. Ну выход не состоялся. Так на 18 очках подход и завершается. 23. 23. Вот, ты, вы же хороший. Снукер. Ну вот, обращайте внимание на то, что пьют из бутылочек. Есть фужеры, есть, ну вот, я говорил, некоторым так вкуснее. Да, может быть, не так эстетично это выглядит, но допускается. К этому не придираются. Давайте мы не будем придираться. Хороший удар Магуайра. Я ждал до конца. Чем он завершится? Нормально. Спасибо. Магуайра. 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 Продолжение следует... Так тщательно целился Магуайр, что я так стал перебирать шары, думаю, неужели там какая-то атака нет, есть. Но нет, это так старался Магуайр, чтобы сделать хороший отыгрыш, ну и похоже ему это удалось. Вопрос, можно ли играть второй справа красный. Ну биток идет, да, идет в правую двоечку и потом вроде под черным, но нет, 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 Сэлт отыгрывается. Я пока напомню о том, что вообще-то снокерный год еще не завершен. И после этого турнира будет сыграна квалификация на Джоман Мастерс. Это будет в Англии. Потом пройдет квалификация чемпионата мира среди сеньоров, там же, в Игане. Ну, сеньора, ладно, а у профессионала, значит, с 17 по 19 квалификация, первый раунд, 128 участников, 64 из них поедут на Джоман Мастерс. Ну, а Новый год стартует, значит, в Новом году снокер стартует 5 января, с 5 по 8, первые две группы чемпионская лига, такая, чемпионшип лиг. Ну, были такие турниры, они носили тренировочный, скорее, характер. Есть там призовые какие-то, ну, тоже турнир. Ну, а телевизионные трансляции в Новом году начнутся с 11 января. Это будет турнир Мастерс Александра Палас, Лондон. 16 лидеров мирового рейтинга примут в нем участие. Была жеребьевка, мы это показывали, известны все пары. Ну, и понятно, когда играют сильнейшие, это все будет захватывающе. Да, турнир не рейтинговый, но он у многих стоит вторым в предпочтениях своих, значит, чемпионат мира. Это, естественно, первый у всех турнир. Второй в основном это Мастерс, кто-то UK считает вторым, ну, это рейтинговый, да, в UK. А Мастерс не рейтинговый, но денежный и престижный. Но вот у Магуара интересно, вот он говорил о своих предпочтениях, он так расставляет для себя приоритеты. Чемпионат мира, Мастерс. Третьим он называет International Championship и только четвертым чемпионат Британии. Вот, может быть, даже немного странно. С 20 по 24 января пройдет заключительный третий этап азиатского тура. Ну, это Китай. Олимпийский центр в городе Ксю-Джоу. И попадает шар в среднюю лозу. Ну, и по этому же адресу направит этот красный шар Мэтью Сэлт, у которого 23 очка уже есть в этом фрейме. Его удар точен, но выход на синий мог бы быть поточнее, потому что так с этого синего, ну что, немного назад и в левый угол играть со средней дистанции. Но такие удары-то у Сэлта неплохо идут, так что серьезный момент. Он станет еще серьезнее, если сейчас пройдет удар в левый угол с выходом. Ну, выход тут, я как понимаю, на розовый последует. Во-первых, не ясно, какой из красных выбирает Сэлт. Ну, сейчас ясно. И тут как раз на розовый-то выход и напрашивается. Нет, огорчен Сэлт. Не видит он розовый, черный не идет, но черный это единственный шар, который виден. Как на нем отыгрываться? Ну, как? Отыгрываться, уводя биток желтой лузи, единственный вариант. Тут лишь бы красный еще не упал, черный в красный может попасть. Ой, не точно сыграл Сэлт. Ой, не точно. 30 очков у Сэлтов. В этом подходе он только 7 очков набрал, а выглядело все так перспективно. Ну, а так это не видно, хороший у Магуайра. Просит выключить мобильные телефоны. Ну, удар такой по отыгрышу может и пройти. Главное, что ушел биток. И теперь следим, как отыграется Сэлт. Биток идет хорошо, это точно. Но не так хорошо. И вот то, что не так хорошо ушел биток, позволило... Позволило Магуайру провести дальний удар. Удар точен. Синий есть. Синий. Позиция хорошая, хорошая, и сейчас растает преимущество Сэлта. Синий. Ф welcome. 15. 15. 18. меня поправил александр бершада не раз он это делает спасибо александр в германии все-таки поедет не 64 а 32 так что выгони меня смутило просто не стал проверять то что три дня всего получается за три дня нам сыграть 48 матчей ну по 16 матчей день 3 сессии анчо 3 сессии если то 66 55 нормально а может быть столов будет 8 тогда 10 сессии в общем но это не так важно важно что еще надо профессионалам играть в том числе и ведущим ну а там то там то будет весь цвет сейчас не беру себя проверять так не стану отвлекаться сэртинайн да все есть я посмотрел и дин и ронни ну и нил и сэлби все-все будут резко сложная исправляется с ней магуайр форти-сэпс форти-найн но Но Магуарьков воодушевился как-то. Плюс 20 у него и снукер на последнем красном. Интересно будет сейчас, очень интересно. Стивен Магуарьев. Стивен Магуарьков. Стивен Магуарьков. Стивен Магуарьков. Стивен Магуарьков. Стивен Магуарьков. Но выход хороший и шар становится элементарным. Но борьба не окончена. Могучий стимул у Селта, и он будет продолжать борьбу вне всякого сомнения. С нетерпением ждем новую партию. Продолжение следует... Продолжение следует... Непривычно спокоен Стивен Магуайр. Он ведет 3-2. Ему осталось сделать один шаг. Не всегда это шаг прост. И я уверен, отчаянное сопротивление будет продолжать Мэтью Селт. Хороший начальный удар. И, по-моему, сразу снукер получился. Ну, правая сторона открыта. Нет-нет-нет. По прямой играет Магуайр. С винтом левым. И биток хорошо уходит к дальнему борту. Но есть красный шар. И в дальних ударах сегодня... Ну, статистику-то вот показали было 50%. После этого был хороший точный удар Селта. Но как-то вот статистика-статистическое впечатление-то такое, что... У Селта хорошо с дальними ударами. Во всяком случае, было немало эффектных, сложных дальних ударов. Как сейчас. И сейчас точен. А выход-то... Но тут не до выхода виден розовый и черный. Но черный талант. А вот розовый вообще-то можно сыграть даже зеленую лузу. Ну, вот дальние удары оба подтянулись. Ну, 58%. Ну, судя по действиям Селта, атаковать он не собирается. Пожалуйста, деклэр. Вот, реферис сказал. Пожалуйста, назовите какой цвет. Но, знаете, я думаю, Милаш немного тут поторопился, потому что игрок сам назовет. Обязательно профессионал назовет. Отыгрался вроде и неплохо. Селт. По-моему, дальний красный виден для отыгрыша Магуайру. Да, виден, безусловно. Но биток у борта, а надо для отыгрыша давать нижний винт, нижний и правый, чтобы мимо желтого ушел биток. Это возможно, но старание приложить надо. Но если небольшой брак будет, то не так хорошо пройдет этот удар. Он сложный. Поэтому и сомнения у Стивена. Он может отыграться по правой стороне, увидя биток в зеленой лузе. И там не будет виден этот красный. Если будет виден, ну пусть соперник на нем отыграет. Ничего опасного нет. Ну вот Магуайр, похоже, так и решил. Джейсон Фергюсон присутствует в зале. Он, видимо, будет участвовать в награждении. Ой-ой-ой, вариант-то какой. Ну, ведь подходил Магуайр, смотрел на красные шары. Значит, вы смотрел Плант. Да, пара стояла, смотрела в угол. И тут наблюдательность такую завидную проявил Магуайр. Недоволен выходом Стивен. Да, выход-то, ну не прокатился, не прокатился биток. Ну что, будет дабл играть средний или просто отыграется на дальний борт? Обычно бы он отыгрывался, но тут это все-таки дабл. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и выход есть. Зеленый можно играть. Сыть. Ну, а может быть Стивен. Вот он действительно, но я говорил об этом не сейчас, я это выдумал, что Стивен именно на турнирах, подобных на ПТС, он понимает, что интенсивность матча высокая, и он больше позволяет себе риска, чем обычно, в том числе, и я тоже говорил, чаще идет на даблы вот эти, да. Ну, хорошее впечатление игра Магуайра оставляет, а может быть ему стоит и в других матчах играть так вот, более раскованным. И, может, он так вот, знаете, как говорят, ну, зашорен несколько тем, что держит себя строго в рамках игровой дисциплины, не отступая ни на шаг от снукерной науки. Ну, пусть Стивен сам взрослый, человек, 33 года, сам пусть делает выводы. Выход хороший, простым ударом, переход к черному тут осуществляется. Вот сказал я, полагаю, что прямой красный, а он-то немного не прямой. Выбирает другой шар. Нет, тот же самый. Ну, получилось, там было легкое касание, главное, что получился выход. И вот сейчас черного на эту троечку, на нижний шар, надо направлять биток именно туда. С этой точки и в правый, и в левый угол есть игра. А раскрывать кластер, это нужно, это очень полезно. Ну, так Стивен и сыграл, он даже добавил немножко силы, чтобы, ну, не остался биток рядом с красным. Гораздо лучше стала позиция. Ну, вот я не знаю, в какой момент, в общем-то, все надо начинать говорить, потому что, ну, а может быть, эта серия завершит матч. В любом случае, в любом случае, значит, ну, по поводу итогов года, я это не выдумывал, можно в моей ленте проверить. Большинство читателей считает финал чемпионата мира очень ярким, интересным событием. И заслуженная победа Марка Селби, это событие года номер один. Али Картер, его сложная, это борьба со страшной болезнью, возвращение в Снукер, это, конечно, событие, которое всех волновало. Хорошая концовка года у Ронио Салева, она выиграна два турнира, чемпион чемпионов, чемпион Британии, то есть, чемпион Британии. Два максимума Рони сделал в этом году. Ну, играл с травмой, все это так необычно было, это, конечно, тоже событие. Хорошая игра Мёрфи на протяжении определенного периода, и тоже два максимума в этом году Мёрфи сделал. Турнир в Риге, впервые профессиональный Снукер пришел на постсоветское пространство, на пространство «Вироспорт.ру», и проведен был на высшем уровне. Ну, можно еще многое вспоминать, много было интересного. В личной жизни, вот у Сэлби ребенок родился, события. Ну, что еще, я многое перечислял. Интересным был Снукерный год, но еще интересней, и мы на это надеемся всегда, будет очередной Снукерный год. А до него недалеко, недалеко. 53 очка перевес Стивена Магуайра. У него-то недалеко до победы в этом турнире. Ну, и знаете, в конце, чтобы все это не было скомканно, лучше скажу я сейчас. Дорогие любители Снукера, Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом, Рождеством. У кого-то сначала Рождество, потом Новый год, у кого-то наоборот. В любом случае, это будет праздник. В хорошем вам настроении, крепкого здоровья, успехов в личной жизни, на работе, учеба. У кого что, приятных путешествий. Ну, и, конечно, я желаю вам приятных часов у телевизионного экрана на канале Евроспорт. Отличных Снукерных матчей. Их много, они разные. Много интересных игроков, у каждого свои любимцы. Переживаний много, это самое главное. Пусть больше переживаний будет радостных. Ну, и встречаемся, встречаемся в Новом году, на новых турнирах. Четыре с небольшим месяцем еще будет продолжаться этот сезон. Увенчается он чемпионатом мира. Все как обычно. Ну, и будем надеяться, вот для меня цель следующего года главная. Это успешное проведение турнира с участием мировых звезд в Москве. Ну, и в Риге будет второй турнир. Это тоже очень важно. Ну, еще вот раз я что-то о своем-то сказал. Для меня еще интересно то, что вот недавно довелось, так, форс-мажорная ситуация, но довелось больше часа комментировать биатлон. Это был новый шаг, такой творческий. Это было очень памятно. Ну что ж, 79 очков серия Стивена Магуара. Как бы хотелось, вы понимаете чего. О, все нормально, нормально. Непростой черный сыгран, не надо укатываться. Виден правый, красный. Я надеюсь, нет, в среднюю лозу играл Стивен. Ну что ж, окончен турнир. Итак, мы не будем показывать церемонию награждения. Представляем мы, как это происходит. Турнир окончен. Победил Стивен Магуайр. Всего вам самого хорошего. С наступающим Новым годом Рождеством. С вами были Евгения Шицына и Владимир Синицын. До новых встреч в эфире.